Друзья, всем добрый день. Меня зовут Евгений Фавелия Дубровин, я являюсь руководителем Ассоциации Smart Concept, это вот с красными уголками такая штука, некоммерческая организация. Так получилось, что мы в партнерстве с несколькими университетами выиграли президентский грант в этом году, действуем при поддержке фонда президентских грантов, на такой проект образовательный, профессионального будущего для цифровой экономики. Для нашей Ассоциации это такой своего рода стартап социальный, то есть новая тема, она стала интеграцией того, что мы много работали с разными университетами, с одной стороны, с другой стороны с молодежью, и вот тут срослось в контексте. Каких-то, с одной стороны, трендов, с другой стороны, приоритетов национальных, что мы, скажем так, сформировали, оформили, структурировали такой проект, получили поддержку, поэтому всех вас позвали. К нам еще кто-то будет подтягиваться, потому что мне человек 5 сказали, что они, на сколько-то опоздают, на 30 минут, на 40 минут и так далее. Ну, кто-то из них в контексте, кто-то нет. И я хочу сразу для приветствия попросить Евгению Григою. Мы специально, вот, в принципе, Евгений один из экспертов и наш партнер, как представитель МГТУ, и руководитель бизнес-инкубатора МГТУ. Где мы находимся сейчас? Спасибо, Евгений. Уважаемые коллеги, я рада вас приветствовать у нас в МГТУ, в бизнес-инкубаторе. Мы с Евгением развиваем ряд проектов, в том числе участвуем в развитии направления по цифровой экономике. У нас, как бы, в этом направлении, в бизнес-инкубаторе тоже проводится ряд мероприятий. Конкретно, вот, 7 декабря начнется Харвест на нашей новой площадке, который организует ФРИ, фонд развития интернет-инициатив. Также на базе бизнес-инкубатора проводится сейчас в рамках дискуссионного форсайт-клуба МГТУ ряд новых форматов мероприятий, такие, как фантастические дискуссии, технологические батлы, онлайн-лекции визионеров и, непосредственно, сами форсайты, которые тоже направлены на развитие этого направления. Ну, все, я рада вас приветствовать и плодотворной нам всем работой. Спасибо. Спасибо. В проекте есть такой важный человек, как руководитель проекта, вот, собственно, и зачинатель этой идеи Сергей Чернышев, соответственно, представитель университета экономики и управления, он же Наркоз. Да? Легия, добрый день. Мы сегодня с некоторыми вас повыбились. Я вот некоторые слайды уже показывал, из-за этой презентации. Слайдер есть. А, да, есть. Он лежит, да, и в пианическом работе. Где? Желание, большой кнопкой. Девяти. Супер. Да, я тут два раза буду выступать сегодня, поскольку у нас запланировано такое, в общем, коллективное, что ли, сотворчество. Вот, в первом такте я расскажу о рамках этого проекта, в общем, чего мы там такого задумывали, как планируем это делать. Ну, если коротко, то вот. Тезисно. Да, вообще, я, собственно, вот, что он делает. Да. Ну, вот тут затея, на самом деле, она довольно простая. Вот есть цифровая экономика, которой, ну, как-то все вот по-разному говорят, пытаются осознать, что это такое. Есть, ну, несколько интересантов, кроме, собственно, этих образовательных учреждений. Ну, первое, это, собственно, вот этот условный школьник, ну, на самом деле, человек, который, как бы, в жизни самоопределяется. И, ну, да, существование, чем заниматься. И есть, вот, некие, там, вузы, предприятия, которые являются, там, ну, условно, существительными вот этого, вот, человека самоопределяющегося, либо в качестве студента, либо в качестве сотрудника. И, ну, чего мы хотим попробовать, мы хотим попробовать, а как вот этих вот двух субъектов, что ли, ну, каким-то образом свести. А для этого затея состоит в том, что мы на первом этапе проекта определяем матрицу региональную, что важно, матрицу для Новосибирской области компетенций в сфере цифровой экономики. Ну, грубо говоря, вот через такие стратсессии, у нас их запланировано три, я думаю, уже появляет вторая, третья будет 10-го числа в Академпарке, в Точке кипения. Ну, запланировали, в общем, изобрести, а что же это за такая, за такая матрица компетенций? Ой. Нужно перерестать. Да, что это за такая матрица компетенций? А дальше мы эту матрицу компетенций хотим, в общем, к каждой компетенции присовокупить некое мероприятие, образовательное, производственное, какое угодно, которое эту компетенцию раскрывает. Ну, и, собственно, кто носитель этих мероприятий равно компетенции, это, собственно, вузы и предприятия. Здесь, получается, на втором этапе, после того, как мы эту матрицу все вместе сформируем и каким-то образом структурируем, мы хотели бы школьников через это пространство проб провести. Ну, мы даем школьникам возможность на индивидуализированных траекториях таких, на основе их тестирования, искусственный интеллект, там, все дела, хотим мы их провести через это пространство проб, чтобы они попробовали то, чего они хотят, ну, собственно, в жизни. Группа, я вам хочу, там, стать программистом, у него есть там некие компетенции на входе, программка ему говорит, что попробуй-ка друг дать им вот мероприятия, потому что они раскроют тебе вот такие вот компетенции. Ну, и в конце, через два месяца, в общем, весной, летом следующего года он понимает, что он хочет или не хочет, ну, вот он как-то самоопределяется. Это проект, с одной стороны, про цифровую экономику, с другой стороны, про самоопределение, с третьей стороны, про то, чтобы свести в одном месте разных интересантов, собственно, этих самых школьников, вузы, предприятия, регион, поскольку регион тоже, как вы поняли, наверное, сегодня не очень до конца понимает, что такое там цифровая экономика и кто ей нужен. Вот, и вот это вот такое, да, пространство проб. Есть школьники, у каждого есть своя траектория в рамках этого пространства проб, в этом, собственно, затея. И в конце, вот то, о чем сейчас тоже много говорят, ну, некий вот такой цифровой профиль компетенций. У школьника мы получаем, ну, или портфолио, отвечающее на вопросы, чего он умел в самом начале, на базе входящего тестирования, чего он хочет получить, целеполагание, в общем, чему научился и, ну, чего со всем этим делать дальше, и там, что с этим профилем делать. Ну, пока идея состоит в том, чтобы вот на базе этих данных, в основном, университет и партнеры каким-то образом себе отбирали людей, о которых они понимают чего-то большее, чем результаты ЕГЭ. А дальше, ну, и, в общем, мы тут полагаем, что есть такая простая кибернетическая модель, ну, условно простая, этой самой единички вот этого пространства проб, что есть вот это мероприятие, названное тут курсом, есть входящие, входные субкомпетенции, ну, вот, а что он должен знать, чтобы вот этот курс или мероприятие пройти. Ну, то есть, если он не знает, что такое, грубо говоря, например, компьютер, рассказывать ему, что такое интернет, ну, бессмысленно. И есть, соответственно, выходные субкомпетенции, отчего он по итогам этого мероприятия достиг. Ну, и очень простая, опять же, в логике затея состоит в том, что выходные субкомпетенции одного мероприятия являются входными для другого. И это основа для, в общем, выстраивания индивидуальных траекторий. Есть примеры, как это сделано, например, вот Тусур, соседний с нами Томск, уже сделал такую программку на базе, в общем, это Moodle, оболочка Moodle для Moodle, ну, если кто, в общем, из вузов знает, что это самая распространенная такая онлайн-среда обучения, ну, они, собственно, вот справа за то, что видит студент, за чего он знает, чего не знает, чего ему нужно освоить, мобируется некая такая рекомендательная среда. А дальше возникает простой вопрос, мы сегодня об этом уже не говорили, а где дать вот эти компетенции, казалось бы, ответ на него тоже простой, а, в общем, давайте мы поставим три вот эти совокупности, и где-то на их пересечении, ну, вот, и найдем самый ответ на этот вопрос. Ну, да, вот есть цифровая экономика, есть программа цифровая экономика, она достаточно, вот сам документ, который принят в июле 2017 года, он большой, красивый, объемный, достаточно подробно написан, там есть конкретные цифры, сроки, мероприятия по разным частям, и, в принципе, его можно пользоваться как рабочим процессом. Есть задачи сферы образования, целиком, там федеральные, региональные, в меньшей степени, есть задачи социально-экономического развития Новосибирской области, ну, какие-то там технопарки мы строим, мы ходим в городки, 2-0, 3-0, сколько угодно там, 0, и где-то на пересечении это есть, но тут возникает, конечно, вот в этой части, в серединке, очень много вопросов. Эти вопросы, ну, вот, они вот здесь, вот. Если попробовать декомпозировать все эти три совокупности, то, строго говоря, ответы на них не очевидны, потому что, если мы говорим про экономику, то там, да, развитие технологий, его каждый видит по-своему, и динамика тоже, вот, если там приходится общаться с людьми, многие говорят, что такое ощущение, что, в общем, бизнес живет, ну, в разных этих самых реальностях, у одного все хорошо, у другого все прямо плохо, кризис невозможно, кто-то говорит, что вот сейчас самое время, и вот попробовать их свести, само по себе задачка. Социально-экономическая динамика, ну, тоже такая, обладаем мы реально знаниями о регионе с точки зрения, там, социально-демографических, экономических характеристик, ну, вот вряд ли, с региональными исследованиями у нас прям беда, и я вот, собственно, вчера буквально читал большую статью о том, как муниципальные органы статистики специально, в общем, подают такие данные по региональные, ну, чтобы глава района мог прийти к губернатору и сказать, слушай, все плохо в районе, в общем, надо, надо смешно денег, ну, иначе, в общем, все будет еще хуже. Ну, и на этом строится, в общем, система муниципальной статистики, особенно в муниципальных районах, в каких-то сельскохозяйственных. Ну, а дальше все это, в общем, складывается, и получается вот какая-то искаженная штучка. Есть региональная особенность, локальная повестка тоже меняется, в общем, целевые установки, ну, вообще это предмет такой обсуждаемый, и получается, что вот эта региональная карта компетенции, она, может быть, какой угодно, она достаточно живая. Ну, вот, например, Петербурга, да, который задается примерно теми же самыми вопросами, вот есть, собственно, некий ближний круг, цифровая трансформация, они тоже об этом думают, о том, что нужно бы строить цифровую экономику, и это бы хорошо, и тут они тоже намечают, на самом деле, ну, довольно субъективно, намечают себе вот такие куски этого пирога, там, культурная столица, Петербург повернут на культуре, в общем, считают себя культурной столицей, вот там, город-университет, и здесь это скорее больше обосновано, потому что Петербург сейчас самый доступный студенческий город страны по соотношению, в общем, качества образования, цены, стоимости обучения и стоимости жизни, ну, и так далее, в общем, они каким-то образом тоже декомпозируют это, ну, это вот продукт такого нескольких больших форсайт-сессий. Дальше, что мы понимаем под этой компетенцией, если мы пытаемся сформировать компетенции по цифровой экономике специалистов, ну, вот, это исключительно, там, в моем видении, что ли, ну, вот есть разные модельки, во вопросах написано, там, знания, умения, навыки, там, да, чего-то еще, это некая попытка такого структурирования, что ли, разных подходов, ну, вот есть знания, ну, собственно, информация, что есть рефлексия по поводу знаний, ну, а, собственно, зачем нам это и чего мы с этим делать-то будем. Есть некий опыт, опыт, в отличие от знаний, ну, передать нельзя, в общем, сколько бы вам не рассказывали, как бьется ток, пока, в общем, вас самих не ударит, вы никогда не узнаете, как бьется ток. Это вот есть опыт. Как тот опыт получить, ну, в плане той же самой цифровой экономики тоже такой вопросик. Ну, вот это, на мой взгляд, опять же, есть некая такая комплексная моделька компетенции. И если мы начинаем думать над тем, какие компетенции цифровой экономики нужны, кои вы здесь об этом собрались, то тут есть как минимум два конфликта, на мой взгляд. Конфликт номер один – это вот эти мягкие навыки против жестких навыков. Все же понимают, да, чем отличается. Ну, вот, жесткие навыки – это про профессиональные некие компетенции, да. Ну, чтобы быть хорошим бухгалтером, нужно хорошо знать бухгутчет, точка. И для этого, в общем, у нас, в первой университете, два года, они, честно, учат бухгутчет проводки. А одинэску, с которой они потом будут работать, ну, остается примерно, там, три месяца в конце. Английский язык тоже отношусь и даже, как такой, ну, то есть, это история по заучиванию каких-то конкретных знаний. Ну, и с другой стороны, софт-компетенции. И я уже говорил, да, что мы пытались в прошлый раз, вот чего мы проделаем сегодня, делали там 27 ноября, у нас в Нархозе аналогичную с транссессию, там, в общем, люди назвали 10 компетенций, и среди них, как вы думаете, сколько было хард-компетенций из 10? С две. Ну, то есть, вот, ни одной, почему-то не назвали, из факта компетенций, может быть... Обманули наши ожидания. Обманули вообще совершенно. Может быть, вы, в общем, ну, чего-то такое сформулируете лучше. Да, и вот есть еще история, ну, это тоже такой, ну, мировоззренческий, что ли, конфликт. А вот нам нужно... Ну, нужны некие большие вот эти компетенции, ну, или маленькие компетенции. Ну, большая компетенция лидерства, да, например, а маленькие компетенции, вот как их декомпозировать. Но если мы их декомпозируем, да, если у нас реально это получается, мы их формулируем как маленькие точечные компетенции, это нам, на самом деле, дает, ну, как минимум, три важных преимущества. Мы можем персонализировать наше обучение, потому что трек обучения компетенции лидерства, как персонализировать, ну, там, если невозможно, то очень сложно. А если мы там говорим, что мы вот примерно вот так его декомпозируем, то это вот эти вот маленькие субкомпетенции, их декомпозировать можно, и по ним можно выстроить индивидуальную траекторию. Ну, вот есть пример, начиная с того, вот такая большая компетенция, что такое интернет. Ну, это, в общем, пример реальной истории из учебной прикладной информатики. ТУС уже это делал опять же. Ну, вот они пытаются декомпозировать сначала на пять, потом еще и еще, и вот в конце они получают вот такие вот единички знаний, молекулы такие, из которых, собственно, ну, потом проводят, очень просто тогда проводят тестирование по этим знаниям, вон тем, которые слева. И на основании результатов тестирования делают студентам индивидуальные траектории. Да, ну, тоже, кстати, показывал еще раз, вот вопрос, а как декомпозировать тогда? Вопрос декомпозиции – это вопрос субъективный. Эта картина называется «Павло Пикассо и Сливанда Арталию рисует яйцо». Вот попытка определить, какие же компетенции нужны для цифровой экономики, она похожа вот на эту картину, на мой взгляд, с одним лишь только разницей, знаете, какой-то яйца не существует. Ну, то есть вот нет интересного предмета, который можно реально посмотреть. Есть некие там представления разных людей, и вот все там программы по цифровой экономике – это на самом деле не то, что на столе лежит, то, что вот у них там на мольбе, но это некое видение такое сильно отличающееся друг от друга этой самой цифровой экономики. «Хорошо это или плохо?» Да, ну, наверное, вот при приближении какой-то такой рабочей ситуации, когда, то есть, первый шаг, в общем, определить эту матрицу компетенции, ну, наверное, это хорошо. Мы, честно, там осознаем, что результатом сегодняшнего нашего взаимодействия будет вот какая-то, вот одна из этих картина, может быть, из каких-то антон-андро-вот других. Ну, вот, согласитесь, это лучше, чем ничего, к чему я вас и приглашаю. Спасибо. Если у вас есть вопросы, я могу ответить. Вопросы уйти. Ух, сильно жёстко для начала.